Вот Оксана, она висит от год, когда мы принимали беженцев. Тази година Оксана, когда ты приемах на беженцы. Она помогала, она и постельная помогала, и застельная. Помогащая с... да управили глоту, да министая. Если я не успевала, она завтра готовила и свои финансы. И ако не успела, хотя приготовила ваша закуска. Ну, я ее не просила в этом. Ну, не сам я молила за това. Ну, я верю, что вот эта поездка, это просто Бог поздал ей за ее... На мисле, че твай бокви воздал с тваптуванной. Здравейте, насички, че-то нового година, с Рождество. На кратку, что ты кажа? Что ты себе постарая? У нас в молодежке есть такая традиция. На молодежку, то собира наимаемая традиция. В конце года писать себе пожелания в последующий год и вместе за это на листке. В края на годината пишем пожелания за следую, что это година, и заедно се молим за това. И через год мы открываем эти листочки и смотрим, что исполнило, что нет. И следую, что година в края утварям эти зелищета и гледам, какво се исполнило. Я когда прочитал, я был в огромнейшем удивлении. Гот в прочитах бях много учуден. Вот я пожелал развития в служении, развития молодежки. Пожелах развития в молодежку, то собира нае, в служение. И в итоге я стал молодежным пасторем. И станах молодежки пасторем. Наша молодежка, слава Богу, расширяется. И нашу молодежку собира нае се расширява. И я думал, что будет один лагерь молодежки. Мислих, че ще имаме един молодежки лагер. И в итоге за этот год у нас их было три. И през минувалата година имахме три лагера. В един организовывали мы, в других мы были служителями. В един организирахме ние, а в другите два бяхме служители. Один из которых бил в Турции. Един нея, от които беше в Турции. Потом у меня появилась прекрасная жена. После се появи прекрасна жена. И свадьба, которую мы хотели, Бог осмотрел на нас. И свадьба, която искахме, така се и случила. Всичко, което искахме, се случи. И свадьба, да беше идеална. Жена забеременела, это тоже. Жената ми забеременела, това също и чудо и счастье. И в основном даже я раньше думал, что у меня семь из восьми. Преди мыслих, че имам седем от осем исполнений желания. И после се помыслих, че седем от половина имам исполнение. Защо тут тази половинка, твой дом, искам и кушта. Но обаче още сме на пыте на исполнение на това желание. Переосмыслив, помолившись, я понял, что у меня намного больше, чем восемь. Но, когато се мислих, когато се молих, осознах, че имам повече от осемь. То, что даже я не загадывал, оно исполнено. И вот я побывал на 30 дес, и в этом году... Бях на 30 дес прес минувата година. Прекрасни и чудесни три дни. И вот мы недавно с Аней и Пашкой ездили в Молдову. Наскоро со Саней и Паша путувахме в Молдова. И там се срещнах со с моими тибившимися ученицами. И, знаете, вот у меня в подростковом возрасте... Когато бях тинейджер. Когато бях 18-19 годишен. И имах комплекс, че си много слаб. Усилено тренирах по два пыти на ден дури. Имах сила и издражливость, обаче на външеност, изглеждах много слаб. А сейчас, когда приехал домой, когато прибрахся в кашти, пообщавшись с одноклассниками, я понял, что я слишком больших их. И глотов се пообщавах с учениците си, видях, че я съм много погулям у тях. Даже парень, который у нас там занимался с тридворкаутом, турниками и все, и всегда мне казался тем-то огромным. И дори он вам муче, което преди тренировал много, и мисеструваше много гулям. Сейчас, по сравнению с среднего телосложения. Сега то е средин. Средно тяло има. И я благодарен Богу, что он этот комплекс убрал. И я съм благодарен на Бог, че той е махнул този комплекс и направи тялото ми да не е слабо. И что самое главное, что случилось за этот год, это у меня прям очень хорошо восстановились и улучшились отношения с родителями. И най-важно, което се случило, едно от най-важните през тази година, че отношения ми с родителите са се восстановили и са се подобрили. И они начали ходить церковь, они были против и на этом пошатнули. Защото в началото, когато почнах да ходи на церква, те бяха против и наши отношения с эволюшиха тугава. Но те сега се гордеят. И вот мы были дома, у нас было чудесное время. Когато бяхме в каште, имахме чудесное время с тях. Родители говорят, что вот мы с Аней второго раз приезжаем, но на что-то ломается. И когато идвам при тях, нечто се чупи при тях. Прошлый раз забилась канализация. Минали апут имаши проблем с канализацией, да? В этом году 30 декабря я сгорел бойлер. Тази година на 300 декември се счупил бойлер со свуда. И чтоб его менять. И сда го сменим. Там надо было долго ждать, чтоб сливалась вода по подкой. Ну ты ж большой, здоровый. Ну подхватишь его. И трябваше да чакаме водата да се махне, да се стича. Но баща ми каза, нали ти си голям, ще го хваниш. И когато махнахме бойлер, взех целия 60 килограмма. И това време, дори се мъчихме доста, но беше чудесно с баща, с майка ми. И папа пришел помогать, не поддерживать. И имахме забавен момент, когато майка ми го... махаше там... отфиваше някакви неща. Аз държах бойлера и баща ми дойде също да помага. Но там он просто подпирал больше стену, неже ли фойлера. И у мамы там что-то не получается. И когато на майка ми нещо не се получаваше, да казах побързо, побързо. Вече не мога да държа. Но аз му казвам, аз го държа, не ти. Да казах му очи. И после вика, а, ти го държиш, тогава аз ще си тръгвам. И време беше чудесно. И съм благодарен на Бог за тази година. Когато поставяме желанията на Бог за желанията са свързани с служението, когато ги поставяме по-горе от нашите лични желания, той дори спълнява всичко. Дори повече от това, което искахме. И Оксана каза за това, как трябва ясно да формулираме желанията си. И моето желание, когато ги писах, было желание про заработок. Имаше желание за печалба на пари. И я забыл указать там буквально одно слово. И забраве да напиша една дума. Определену суму в месяц. Определену суму за един месец. Вот именно слово в месяц я пропустил. И аз забраве да напиша всякий месец. И Господь усмотрел, что конкретно указану суму я и заработал. Тази сума я спечалих. Поэтому в этом году я написал в месяц. И тази година написах 4 вады и всякий месец. Такова сума. Благодаря.